Сегодня самая технически трудная лекция. Уж запаситесь терпением, учитывая, что времени у нас немного, может быть, даже я ее и не закончу, но зато потом у нас пойдет все под горку. Сегодня мы докажем условия объективной переносимости. Я напомню, что на прошлом занятии мы остановились вот на какой конструкции. Пусть у нас имеется некая теория множеств t, в которой выбраны некоторые термы tt1, ttm, называемые вспомогательными базисными множествами, и перечислены некоторые переменные x1, xn, называемые основными базисными множествами. Вот это вот термы теории множеств. То есть, например, натуральные числа, действительные числа, но, собственно говоря, этим все примеры обычно и ограничиваются. То есть то, что выразимо в самой теории. А это некие переменные, про которые мы просто знаем. Ну, переменные и переменные. Чему-то присвоили, потом чему-то переприсвоили. Это некая свобода для нас. В моделях наших мы потом переменным будем сопоставлять некоторое множество из реальной жизни. Множество людей, множество отделов, множество деталей в спецификации, сборочной спецификации. Это в структурных моделях, понимаете, основные базисные множества. Сейчас, когда мы теоретизируем, мы на них смотрим как на переменные, которым можно присвоить любое значение. Значит, дальше у нас есть схема S. У нас есть соотношение вида D принадлежит схеме S от x1, xn, tt1, ttm. Соотношение, которое мы обозначаем буквой T и называем соотношением типизации. А D называем родовой константой. И у нас имеется вот такой набор. Fn, xn штрих. Вот такой набор биекций. Из n биекций, которые переводят... Значит, значение множеств x1, xn, множество x1 со штрихом, xn со штрихом. Ну, то есть в какой-то момент мы проинтерпретировали эти переменные некоторыми множествами. И более того, мы придумали биекции, которые эти множества переводят в некоторые другие множества. И положим, D со штрихом является результатом канонического распространения f1, fn, id, tt1, id, ttm по схеме S от D. То есть мы с вами на прошлом занятии научились делать из функций при помощи схемы конструкции ступеней другие функции при помощи канонических распространений. Получив из этих функций, сварив, слепив новую функцию, мы получаем функцию, которую можем применить к D и получить D штрих. То есть согласованным образом изменить родовую константу. Тогда напомню, формула R называется биективно-переносимой, значит формула, она зависит от x1, xn, tt1, ttm и d. А у Бурбаки написано, может зависеть, а может не зависеть. И если мы, собственно, работу Бурбаки откроем, то они там даже используют вот такое вот обозначение. Не круглые скобки, а такие волнистые линии, тем самым подчеркивая, что R это некий текст, ну просто некая синтаксически корректная формула. В которую вот это может как входить в качестве параметров, так и не входить. Но в общем случае мы предполагаем, что все входит. Так вот, эта формула, она называется биективно-переносимой. При соотношении F вот эту вот конструкцию мы обозначаем буквой F. На самом деле ее можно записать как конъюнкцию из утверждений про то, что F и T, все F и T являются биекциями из x и T в x и T со штрихом. Значит, если справедливо, следующая импликация в теории T из соотношения типизации и соотношения переноса следует, что R от x d тогда и только тогда, когда R от x со штрихами d со штрихом. То есть, если истинность R не зависит от результата объективного переноса, то есть, когда мы элементы x подменяем на другие элементы. Здесь было три элемента A, B, C. Подменили на элементы 1, 2, 3. Подменили на элементы D, E, F. Значит, изменили согласованным образом родовую константу. То есть, здесь входил, допустим, 1 в соотношение с элементом 2. Значит, подменили 1 на A, 2 на B, и теперь у нас A входит в отношение с B. Это вот согласованным образом изменили родовую константу, и истинность не изменилась. Вот. Такие соотношения называются объективно переносимыми. Объективно переносимый терм — это терм, в котором два условия. Во-первых, в теории множеств t выводимо из соотношения типизации, что кси принадлежит некой ступени с кси. И второе условие, что в теории из t и f выводится, что кси от х1' д' равняется, ну, вот так вот, по схеме с кси, от кси без штрихов, от переменных без штрихов. Вот если какой-то терм кси удовлетворяет вот этим двум условиям, тогда мы терм называем объективно переносимым. Обратите внимание, что сначала мы от терма требуем, чтобы он был типизирован, то есть, чтобы он имел некую структуру. Во-вторых, мы от терма требуем, что если мы в этом терме заменим не штрихованные переменные множества на штрихованные множества, то тогда его значение преобразуется согласованным образом. То есть, возьмем наши вот эти вот биекции, построим из них биекцию при помощи канонического распространения на ступень, применим ее, натравим ее на не штрихованную терму и получим терм от штрихованных значений. Вот такой терм у нас называется биективно переносимым термом. То есть, он согласованно меняется вместе с переменными. Все это достаточно сложно, как я уже говорил, выглядит. И кажется, ну, вовек тут не разобраться, как же, что же является биективно переносимым, что же является биективно непереносимым. Но это только на первый взгляд. На самом деле, как оказывается, различать их достаточно легко. И мы сейчас начнем с простых примеров, увидим суть и потом докажем целый ряд условий, которые нам помогут как раз-таки различать биективно переносимые и биективно непереносимые термные соотношения. Да, я хочу подчеркнуть, что вот этот вот результат — это биекция тоже. Помните по теореме, которую мы доказали на прошлом занятии? То есть, если вот эти вот все F, I — это и у нас биекция, они по условию биекция, то, как бы ни была схема S, то это тоже у нас биекция. И мы этим будем пользоваться. Так, примеры. Пусть у нас D принадлежит X1 на X1, то есть есть некая пара элементов X1. Тогда соотношение проекции первая малая D равняется проекции первой малой D, второй проекции малой D. Биективно переносимое соотношение. В самом деле, почему? D равняется O, V. D со штрихом равняется F от U, F от V, где F биекция. Да? Значит, соответственно, F от U равняется F от V тогда и только тогда, когда U равняется V. F биекция у нас. Значит, вот это вот соотношение проекция первая D равняется проекции второй малой D при D, принадлежащем X1 на X1. Это действительно биективно переносимое соотношение. Вот наш первый пример биективно переносимого соотношения. А теперь возьмем D принадлежит X1 на X2 и возьмем проекция первая D равняется проекции второй D. Что поменялось? Соотношение не поменялось, но у нас поменялась эпизация родовой константы. И это в корне поменяло всю нашу идею, потому что, значит, D' у нас уже равняется F1 от U, F2 от V, где F1 это функция, которая переносит X1 в X1 штрих, а F2 это функция, которая переносит X2 в X2 штрих. И они вовсе не обязаны так себя вести, что их результаты будут совпадать. Если их аргументы совпадают, это разные функции вообще говоря. И даже если X1 с X2 совпадает в какой-то одной, в каком-то одном варианте, в исходной, допустим, позиции, то после объективного переноса у нас вовсе не обязаны X1, X2 совпадать и вообще что-то совпадать не обязаны. Поэтому это пример небоективно-переносимого соотношения. Смотрим, сразу же видим, какой интересный пример. Формула одна и та же, но при разных родовых константах в одном случае она ведет себя как объективно-переносимая, в другом случае она ведет себя как небоективно-переносимая. Классический пример небоективно-переносимого соотношения. X1 равняется X2. Значит, в какой-то начальный момент мы можем предположить, что X1 действительно равняется X2. Но, а мы всегда можем придумать контрпример, да, мы можем сказать, что пусть это будет id X1, и она ее перенесет в X1. А вот эта функция будет некая функция f, которая перевесет в X2' равномочное множество, но не равное исходному множеству. И тогда у нас получится X1 равняется X2, но X1' не равняется X2'. Понимаете, да? Здесь достаточно все просто. Если у нас D имеет такой вид, принадлежит булиану от X, то есть некое подножство X, просто от X1', то соотношение D равняется X1, объективно-переносимое соотношение, а D равняется X2, не объективно-переносимое соотношение. Значит, опять же, почему? Вот здесь, почему это у нас объективно-переносимое соотношение? Потому что что такое D со штрихом у нас будет? D со штрихом является распространением каноническим нашей объекции на булиан, то есть это есть не что иное, как F1 от X1 в квадратных скобочках. Значит, X1 со штрихом это что такое у нас? Сам по себе, как терм. Это есть F1 от X1. Значит, соответственно, ой, я прошу прощения, F1 от D, естественно. F1 от D. То есть, у нас получается, что F1 от D равняется F1 на X1. Это если мы взяли вот это вот соотношение и перевели его из не штрихованного мира в штрихованный мир. А так как это у нас биекция, разным элементам соответствуют разные значения, то это будет выполняться тогда и только тогда, когда D равняется X1. И когда это выполняется, D равняется X1. Ну и опять же, стоит нам заменить здесь X1 на X2, как все разрушается, потому что другое базисное множество и мы не обязаны в общем-то согласованным образом другое базисное множество как-то преобразовывать. Заметили, да, общую какую-то общую линию здесь. Если мы находимся как будто в пределах одного базисного множества, или, скажем так, если мы не залезаем в свойства элементов базисного множества, то все окей, получается объективно переносимым. То есть, если наши терм, если, ну мы пока термов не рассматривали, только соотношение, да, используют свойства только заданные самой типизацией, то получается объективно переносимо. Как только мы выходим за эти рамки, у нас объективная переносимость нарушается. Значит, терм x1 сумма x2 не является объективно переносимым термом. Почему это не объективно переносимый терм? но объективно переносимый терм удовлетворяет нас в двум условиям, да? Первое условие, он должен быть типизированным, и второе, он должен согласованным образом меняться при изменении множеств. Значит, что мы можем сказать про типизацию вот этого терма? Она есть вообще? Мы можем придумать такую ступень, такую суперпозицию булианов и декартовых произведений над x1 и x2, что она будет равна сумме x1 и x2. Вернее, что сумма x1 и x2 будет его элементом, да, ну, допустим, да, то есть мы можем сказать, что x1 сумма x2 принадлежит, и здесь какая-то суперпозиция булианов и декартовых произведений. Ну, нет, очевидным образом нет. Это может доказать, вообще говоря, это утверждение, даже, ну, оно требует доказательства, но несложно его доказать индукцией по построению ступеней. Сколько бы мы тут булианов не навертели и декартовых произведений, суммы мы тут не получим. Поэтому вот этот терм не является объективно переносимым термом просто в силу того, что он не типизирован, у него нет типизации. Поэтому, забегая вперед, базисное множество объединять нельзя, как вам скажут все потом и дальше, когда вы будете заниматься моделированием при помощи родов структур. а вот если мы возьмем такую хитрость d принадлежит булиану от x1 на булиан от x1 и возьмем терм проекция 1d сумма проекция 2d вот это будет объективно переносимый терм. Значит, какая типизация будет у этого терма. Чему принадлежит я напишу вот это вот кси равно кси принадлежит чему? Какой ступени? Проекция первая малая d плюс сумма второй проекции малой d d не совсем значит давайте последовательно значит d это у нас пара множеств значит соответственно пара подножеств даже я бы сказал x1 соответственно первая малая проекция d это подножество x1 вторая малая проекция d это подножество x1 сумма их это что у нас будет x1 соответственно здесь человек должен написать bp от x1 да ну как бы очевидно но вначале надо проговорить все эти дважды два вот значит и мы покажем уже чуть дальше что это действительно объективно переносимый term вот с таким вот типом вопрос вот мы увидели term не имеет тип он не объективно переносим его term имеет тип и он объективно переносим всякий ли term имеющий типизацию будет объективно переносимым ну наверное нет иначе бы это бы не было бы тогда второго условия я приведу пример термоимеющего типизацию, но объективно непереносимого. Возьмем, t принадлежит какому-то s кси от чего-то там, такому, что x1 равняется x2. Вот, значит, t принадлежит некой ступени. Если я обозначу это вот как кси, то чему принадлежит кси, какова будет типизация кси? Т бежит по элементам этой ступени. Здесь пока не будем заморачиваться, да, здесь некое условие. А от t рассмотрим, да, то, что справа от палки, а от t. То есть t бежит по некоторым элементам этой ступени, и в зависимости от того, а от t истинно или ложно, значит, мы, соответственно, попадает в результат, либо не попадает. Соответственно, что у нас на выходе получается? Частично ступень, то есть под множество этой ступени, то есть это будет элемент булеана этой ступени. Видите? Значит, сразу запомним. Ну, мы к этому много раз вернемся, но это первый раз, когда мы обращаем внимание. Если у нас терм вот такого вот вида, значит, t принадлежит какой-то ступени такой, что, а дальше неважно, то этот терм будет иметь типизацию на один булеан выше, чем вот этот. Потому что это, по сути дела, выделение некого подножества ступени. А подножество ступени, когда это все равно, что элемент булеана вот от этой ступени. Видите? Значит, ну, а теперь вернемся вот к этому. Вот здесь у нас небоективно переносимое соотношение. Соответственно, тут вообще два варианта возможны. Либо x1 равно x2, и тогда мы имеем терм, равный всей ступени. Либо x1 не равно x2, и тогда терм у нас является пустым множеством. Но мы знаем, что мы можем сделать так, что в какой-то момент терм будет пустым множеством, а в какой-то момент, если x1 и x2 совпали, значит, он будет не пустым множеством. И, соответственно, это уже будет объективно непереносимый терм. То есть, вот пример терма, имеющего типизацию, но не являющегося объективно переносимым. Вот мы разобрали некие первоначальные примеры объективно переносимых и необъективно переносимых термов и соотношений. Когда мы стали разбирать примеры, мы видим, что на самом деле все не так уж и страшно, и, по крайней мере, к этому зверю можно как-то подойти и начать что-то с ним делать, приручать его. Сейчас мы его приручим полностью. Для этого мы для начала сделаем несколько вообще элементарных наблюдений. Во-первых, если в R не содержится x1, xn, d, то R — объективно переносимое соотношение. В самом деле, если R — это соотношение вида 2 плюс 2 равно 4, где 2, 2 и 4 — это элементы вспомогательного множества омега, выводимого как термом в теории множеств, плюс и равно — это у нас соотношения арифметические, которые мы получили при помощи индукции, рекурсии. То соотношение 2 плюс 2 равно 4 будет объективно переносимым. Как бы мы не гоняли наши x с x-штрихами, оно останется истинным, либо оно будет ложным, если 2 плюс 2 равно 5 взять. Это объективно переносимое соотношение. Ну, наблюдение пока не бог весть какой ценности. Значит, следующее. Терм «пустое множество» есть объективно переносимый терм. Причем с типизацией пустое множество принадлежит булиан S' от чего-то там, где S' — произвольная ступень. То есть не просто пустое множество, то есть объективно переносимый терм. Мы еще пустому множеству можем любую типизацию подставить, вернее, любую, да не любую, типизацию, имеющую характер множества. Значит, ну, почему так? Значит, F от пустого множества — это то же самое, что P с крышечкой F от пустого множества. Это у нас всегда есть пустое множество. Я под функцией F подразумеваю сейчас F1, Fn и θ1 и θm по нашей S'. То есть какие бы тут у нас ни были функции, нас это не очень волнует. Возьмем любую схему, вообще любую, которая нам понравилась, S', значит, получили биекцию, а дальше мы просто наблюдаем, что образом пустого множества, не значением функции в точке пустое множество, а образ пустого множества — это всегда пустое множество. Соответственно, исходя из этого его свойства, мы и замечаем, что пустое множество есть объективно переносимый терм, да еще и с типизацией, которая не любая, а имеющая характер множества. Тут мы в первый раз сталкиваемся с такой вещью, как ограничение на типизацию. Сейчас вы почувствуете, что это такое. Я буду говорить с типизацией, да не с любой, а вот с какой-то такой, с определенной типизацией. Дальше. Х и Т — объективно переносимые термы, ТТ и Т — объективно переносимый терм, и Д — объективно переносимый терм с типизацией. А тут вы мне скажете, с какой типизацией. Какая типизация у ХИ, у ТТИ и у Д? Как термов уже. Чему принадлежит ХИ? Какой ступени? Правильно. Б от ХИ. Это, соответственно, Б от ТТИ, а это, соответственно, просто Д, просто, нет, С, извините, просто С от соответствующих множеств. Потому что про Д мы уже знаем, что она принадлежит С от этого. Это ее типизация и есть. Значит, ХИТИ, то, что ХИТИ принадлежит Булиану от ХИТИ, и ТТИТИ принадлежит Булиану от ТТИТИ, это очевидно совершенно. А дальше по самому определению переноса получается, что, значит, ХИТИ у нас переносится при помощи функции, соответственно, он переходит как бы, ну, не знаю как, в ФИТИ от ХИТИ. Вот этот вот образ. Ну, вот ХИТИ со штрихом получается. Видите? Вот эти вот квадратные скобочки здесь, они соответствуют Булиану вот этому. Да, потому что если мы произведем формальную вещь из П от ХИТИ, то превратим ее в схему П от И. Да, помните? Схема конструкции ступеней. Здесь просто у нас И. Дальше мы ее превращаем в каноническое распространение. Это у нас будет П с крышечкой от ФИ. А что такое П с крышечкой от ФИ? Это то же самое, что ФИ, где заменены у аргумента круглые скобочки на квадратные. Мы об этом уже говорили. То есть все получается очень хорошо. ХИТИ, ТТИТИ и ДЭПС, основные вспомогательные множества и родовая константы, это объективно переносимые термы. Значит, и еще одно наблюдение. Если Р и Р штрих это БПС, объективно переносимые соотношения, то не Р, Р или Р, Р и Р, Р следовательно Р, Р тогда и только тогда, когда Р. Это все объективно переносимые соотношения. То есть если мы возьмем два объективно переносимых соотношения, то при помощи значков матлогики мы можем построить новое объективно переносимое соотношение. Суперпозиции конъюнкции, дизъюнкции и вообще чего угодно. Это тоже достаточно очевидно. Ну, потому что и Р, и Р штрих, их истинность не зависит относительно переноса. Ну, соответственно, ой, здесь, конечно, я должен был везде поставить штрихи. Вы тоже не забудьте. Да, соответственно, истинность вот этих вот штучек, она тоже будет не зависеть от переноса. Это первые такие совершенно элементарные замечания, которые мы можем сделать. То есть кое-что такое простое, что непосредственно из определений следует, что это будет объективно переносимым термами или соотношениями. Дальше мы будем наращивать наши возможности по производству объективно переносимых термов и соотношений, делать это рекурсивно. Сначала мы докажем вот что. Теорема. Значит, если кси принадлежит s от чего-то, это принадлежит булеану от s от чего-то, и это объективно переносимые термы, то кси принадлежит это, есть объективно переносимое соотношение. Это утверждение А. Утверждение Б вот какое. Если кси принадлежит с от чего-то, это принадлежит с от чего-то, объективно переносимые термы, то кси равняется это объективно переносимое соотношение. Смотрим внимательно. Здесь в утверждении А, тут булеан, здесь знак принадлежит. Здесь булеана нет и знак равенства. То есть, первое утверждение говорит нам, что если кси есть элемент некой ступени, а это есть элемент значит, множество частей этой ступени, то есть, некое подмножество этой ступени, то есть, если кси это элемент ступени, а это элемент той же самой ступени, то соотношение кси принадлежит это объективно переносимое соотношение. Если так случилось, что оно истинно в одном случае, то оно будет истинно и при всех переносах объективно. А здесь мы говорим о том, что если кси и это просто одинаково типизированы, неважно причем как, просто одинаково типизированы, то тогда кси равняется это объективно переносимое соотношение. Обратим внимание, что вот это вот условие в части А, оно как бы ограничивает типизацию это. Если мы видим, что-то принадлежит чему-то и хотим понять, объективно оно переносимо или не объективно переносимо, вот это вот соотношение виды, что принадлежит чему-то, мы должны подумать, вот это что-то, что справа, оно имеет типизацию вида булян от чего-то, оно имеет характер множества. Это первое, что мы должны подумать. И вот если мы увидим, что оно не имеет такой типизации, то все, это условие неприменимо. Но мы потом увидим, что эти условия на самом деле полны, учитывают все случаи, и в действительности это будет уже не объективно переносимое соотношение. Но пока мы их доказываем только в одну сторону. Если мы видим знак равенства, то мы должны посмотреть, типизация слева и типизация справа совпадает. Если совпадает, то тогда мы можем говорить о том, что это объективно переносимое соотношение. Да, но, конечно, это должны быть объективно переносимые термы, безусловно. Если не совпадают, то все, это условие неприменимо у нас. Значит, как это докажем? Докажем мы следующим образом. Сначала мы сделаем такое сокращающее обозначение. Я уже устал, и вы тоже, писать ид тета 1, ид тета m по схеме s. Обозначим это как f по схеме s. Просто f в степени s, если угодно. fs. Просто потому что писать вот это вот все каждый раз чересчур утомительно. И заметим, что по доказанным на прошлом занятии теоремы, это у нас биекция, какова бы ни была схема s. Ну, а раз это биекция, то тогда xi от x' d' принадлежит это от x' d'. Что это за соотношение такое? Мы взяли и подменили нештрихованные переменные на штрихованные. Но мы знаем, что так как xi и это у нас биективно переносимые термы, то тогда это у нас будет что? Это у нас будет f по схеме s от xi от x' d'. Я напишу здесь явно нештрихованные. А это у нас будет f по схеме s, внимание, квадратные скобочки. От это от x' d''. Видите? Значит, так как это у нас имеет типизацию вот на булиан выше, то тогда и каноническое распространение должно быть на булиан выше. Но мы уже давно с вами заметили, что bf от чего-то там, от какой-нибудь xi, это то же самое, что f от квадратных скобочков от xi. Вот если это вам поможет, то я это вообще красным цветом обведу, потому что еще много-много раз мы будем неявно этим пользоваться. Но это мы должны были усвоить еще на прошлом занятии. В этом суть канонического распространения функций на булиан. Поэтому, так как у нас у это типизация на булиан выше, то тогда здесь вот так вот. И мы говорим соотношение принадлежности. То есть здесь у нас знаки равенства, здесь соотношение принадлежности, а здесь соотношение принадлежности, когда оно будет выполняться. Да выполняться-то оно будет тогда и только тогда, когда выполняется вот это соотношение. Почему? Это же у нас биекция, и у нас, значит, какой-то элемент образа, то есть вот у нас имеется биекция, ну условно скажем, да, вот она растущая биекция. Вот у нас точка, она либо принадлежит, ну если, допустим, это наше условное это, а это вот у нас условное кси, условное кси, да? Значит, если кси лежит в это, то тогда значение кси, оно лежит в образе это. А если кси находится здесь, тогда оно не будет лежать в этом образе. Вот. Соответственно, мы доказали, мы доказали вот эту вот теорему утверждения А. А теперь докажем это же про утверждение Б. Значит, а тут еще проще оказывается. Я вот так вот сотру, а вы перепишите. Значит, это будет равно fs от кси от xd. И здесь мы ставим вот такой квадрат из знаков равенства. Потому что это биекции, а у биекции, когда аргументы равны и результаты равны тогда и только тогда. Результаты равны тогда и только тогда, когда равны аргументы. Потому что эта биекция уникальные переводит в уникальные. Так. Теорема доказана. Мы научились делать какие-то объективно-переносимые соотношения яйца. И мы знаем про какие-то объективно-переносимые термики. Вот уже такие основные, базовые. Сейчас мы еще научимся делать новые объективно-переносимые термы. Значит так. Теорема. Как я уж говорил, это самая технически сложная лекция. Тут все теоремы, теоремы. Дальше пойдет под горку. Поэтому воспринимайте это как такую уникальную трудность. Значит, теорема. Если кси и это объективно-переносимые термы, кси принадлежит булиану от s от чего-то. Это принадлежит булиану здесь с кси, а здесь булиану от s это от чего-то. То утверждение а кси на это есть объективно-переносимый терм. Кси на это принадлежит булиану от s кси от чего-то на s это от чего-то. и b булиан от кси есть объективно-переносимый терм булиан от кси принадлежит чему он принадлежит-то? Булиану булиана s кси от чего-то там. Значит, смотрите если у нас имеется два терма объективно-переносимых, оба, что важно, имеют характер множества. То есть, здесь мы требуем от термов, чтобы они были не просто такие любые, а чтобы они имели характер множества. кси имел характер множества, и это имело характер множества, то тогда мы можем их либо декартово перемножить и получить объективно-переносимый терм, и его типизация будет выглядеть вот таким вот образом, как подмножество декартово произведения вот здесь вот. Или мы можем булианизировать, то есть, взять множество и взять множество всех его частей. Обратите внимание здесь вот на какой тонкий момент. Вот пример. Возьмем х1 и х2 как термы. Они имеют какие типы? х1 принадлежит булиану от х1, х2 принадлежит булиану от х2. А чему принадлежит х1 декартово помножить на х2? Это принадлежит булиану от х1 декартово помножить на х2. Здесь у нас как бы типизация рассматривается, да, понимаете? То есть, мы должны если это все обращать в какие-то операции над схемами конструкции ступеней, а мы к этому придем через некоторое время, то мы как бы должны снять здесь по булианчику, перемножить и навесить булиан опять. Вот. Хотя на самом деле это достаточно очевидно, когда это начинаешь переписывать. Значит, ну, давайте доказывать. Давайте доказывать. Для этого нам придется сейчас напрячься, сделать некое усилие интеллектуальное. Вот. Мы уже близки по сути дела к перевалу, за которым все пойдет под горку. И нам просто надо не линясь аккуратно выписать, что такое вот этот объективно переносимый терм. Для этого мы должны взять xi от штрихованных переменных, помножить Декартова на это от штрихованных переменных и доказать, что это все должно равняться булиану с крышечкой от f по схеме sx декартовое произведение f s от это к c на это. Это то, что мы должны доказать, вы видите. Здесь поставлю значок начала доказательства. Но что такое у нас слева и что такое справа? Я вот здесь поставлю знак вопроса и вы поставите, чтобы не запутаться, если вы поэтому будете разбираться в доказательстве. Значит, что это такое? Что такое у нас слева? В силу того, что xi и это у нас объективно переносимые термы, то мы уже знаем, как они себя ведут, если мы не штрихованные переменные заменяем на штрихованные. Это будет f s xi от xi помножить декартова на f от s это от это. Замечайте, мы же сказали, что xi у нас имеет тип булиан s от xi, но мы сразу булиан заменяем на квадратные скобочки, а вот это пишем. Соответственно, это у нас будет f s от xi декартова помножить на f s от это квадратные скобочки xi на это. Соответственно, нам надо доказать вот это вот. Слева преобразовал, справа преобразовал. Если мы сейчас докажем вот эту формулу за звездочкой, то тогда мы докажем первое утверждение теоремы. Так, формулу запишите, я сейчас сотру с доски. Для этого, для того, чтобы доказать соотношение со звездочкой вот то равенство, мы будем поступать так же, как мы поступали в прошлом семестре, когда надо было доказать равенство множеств. Рассмотрим элемент t, принадлежащий f ф с кси, с кси, от кси, на декартово ф с, это от это. Будем раскручивать, раскручивать и докрутим до того, что нам нужно. Это значит, существует у, существует в, у принадлежит f с кси от кси и v принадлежит значит, f с это от это и t равняется uv это то же самое что сейчас мы просто написали эквивалентность здесь я думаю понятно мы раскрываем декартово произведение дальше начинаем раскрывать квадратные скобочки делаем это следующим образом существует z z принадлежит кси и f с кси от z равняется u и значит существует i существует w w принадлежит это и f s это от w равняется v так и последний член t равняется u запятая v фу а значит теперь вот эту некрасивую конструкцию мы будем сокращать выбрасывая лишние переменные значит существует z существует w z принадлежит кси и w принадлежит это и f с кси от z z f s это от w равняется t мы сейчас просто избавились от u и v просто подставили да выкинули вот это вот u и подставили вот в эту вот пару вот эту f с кси от z f от s это от w равняется и выкинули вот эти вот u и v из формулы значит это у нас есть то же самое что существует z существует w z принадлежит кси и w принадлежит это и t принадлежит мы уже почти близки s кси декарту помножить с крышечкой на s это от пары z w ну это эквивалентно тому что t принадлежит f s кси декартова помножить с крышечкой на f от s это кси на это что и требовалось доказать поскольку это у нас доказывает что доказывает звездочку а раз доказывает звездочку значит доказывает это первое утверждение теоремы вот такая вот выкладка которая вас не должна в общем-то смущать поскольку знаний ваших уже достаточно давно в логике и в теории множеств которая нам позволяет при помощи которой мы только что доказали что если мы возьмем два объективно переносимых термо имеющих характер множества и декартово их помножим то на выходе мы будем иметь биективно переносимый терм имеющий характер множества пар имеющий характер множества пар второе утверждение значит вы наверное уже забыли но второе утверждение было про булиант если мы возьмем объективно переносимый терм имеющий характер множества то булиант от него тоже будет объективно переносимым термом булиант от кси от х1 и так далее равняется здесь мы просто можем расписать есть булиант от ф с кси в квадратных скобочках от кси значит это у нас есть я просто пишу по определению т является подмножеством ф с кси в квадратных скобочках от кси значит это есть у нас вот что т таких что существует у подмножество кси и т равняется f с кси от у так фигурная скобка закрывается значит что это у нас за шаг такой значит здесь этот шаг понятен это по определению булиана значит здесь у нас здесь мы говорим что множество t являющихся подмножествами образов кси значит а тут мы говорим окей чтобы у нас получить некое подмножество образа кси возьмем некое подмножество его прообразов да ну некое подмножество кси возьмем его образ и мы получим подмножество множества кси поскольку это у нас объекция то для каждого образа мы можем найти соответствующий прообраз так так значит это у нас получается t таких что существует u u принадлежит булиану от кси и t равняется p с крышечкой f от s кси от u уже мы квадратные скобочки заменяем на круглые но слева пишем p с крышечкой так две скобки и фигурная это у нас то же самое что p с крышечкой f от s кси от фигурные скобки p от кси это то же самое что 2 p с крышечкой f с кси от p от кси что и требовалось доказать т значит я пишу здесь кси подразумевая кси от не штрихованных переменных да то есть здесь кси от штрихованных переменных от здесь кси от не штрихованных переменных То есть возьмем булеан от этой кси со штрихами и получить мы его можем, если мы возьмем кси без штрихов, значит возьмем от него булеан и преобразуем при помощи двойного булеана fs кси. То есть преобразуем, используя вот такое преобразование. Что нам и говорит о том, что результат будет типизирован как двойной булеан. Фух, что и требовалось доказать. Значит, теперь из того, что уже доказано, смотрите, какие мы знаем объективно-переносимые термы. Все основные вспомогательные множества, основные базисные множества и вспомогательные базисные множества у нас объективно-переносимые. Дальше. Мы знаем, что декартовое произведение объективно-переносимое и булеан объективно-переносимое. Соответственно, сразу же из этого следует, что любая ступень является объективно-переносимым. То есть любая ступень, любой терм, любой терм вида s, ну не знаю, штрих какой-то от x1 и так далее, объективно-переносимый терм. С типом, естественно, булеан s' от чего-то. То есть вот что у нас получается. Ну окей. Осталось теперь придумать, как все это дело применить для того, чтобы получать какие-то нетривиальные, нужные нам объективно-переносимые термы и соотношения. И мы от этого дела находимся уже в одном шаге. Пусть наше r, где r это соотношение, в котором возможно содержится, а возможно не содержится в качестве параметров базисные множества и родовая константа, удовлетворяет условию. И еще t, да. В ней помимо базисных множеств родовой константы, еще как свободный параметр работает переменная t. Значит, удовлетворяет условию, что в теории множеств и соотношение типизации, и соотношение переноса следует, что r от x1 dt тогда и только тогда, когда r от x1' d' f st от t. Я забыл здесь приписать. Здесь соотношение типизации, соотношение переноса и условие, что t принадлежит st от чего-то. Вот это вот сюда надо вставить. То есть, это почти такое же условие, как на объективную переносимость. То есть, если бы r не зависело от t, вообще не зависело от t, то это условие было бы эквивалентно условию объективной переносимости, поскольку это бы сюда никак не входило, и мы бы говорили, вот, r объективно переносимо. Но теперь мы добавили в r какую-то переменную внешнюю, и мы требуем от r, чтобы она сохраняла свою истинность, была эквивалентным образом преобразовывалась, если бы x переносится через объекции, d переносится при помощи канонического распространения, то есть согласованным образом, и t переносится согласованным образом, то есть из того факта, что t принадлежит какой-то ступени, мы знаем здесь его типизацию, это значит, что здесь мы можем построить каноническое распространение, и согласованным образом его подменили. Вот если t согласованным образом подменить, то r сохраняется. То есть, это почти, ну, или, если угодно, это обобщение условий объективной переносимости. Тогда, вот что интересно. Терм t принадлежит ст от x и так далее, такой, что r от x и так далее, d, t объективно переносимый терм. То есть, нам достаточно иметь такое обобщенно-бъективно переносимое соотношение, и с его помощью мы можем построить объективно переносимый терм. Вы уже понимаете, что это очень сильное утверждение, потому что таких, такого вида термов мы можем уже настроить очень много. Значит, ну, что нам надо доказать? Нам, да, да, вопрос. Объективно переносимый терм, какая у него будет типизация у такого терма, коли он будет объективно переносимым, какая у него должна быть типизация? p от st, правильно. То есть, вот этот кси, я напишу, кси принадлежит булиану от st от чего-то там. Да. Значит, нам надо доказать, что t принадлежит st от x1 штрихованный, такой, что r от x1 штрихованный t равняется f st квадратные скобки, потому что здесь булиан, мы берем и булиан заменяем на квадратные скобки. Значит, t принадлежит st здесь без штрихов x1 и так далее. И здесь у нас r без штрихов от t, x, t, закрываем фигурную скобку, закрываем квадратную скобку. Это то, что нам нужно доказать. Значит, как мы будем действовать? Опять же, как и всегда, прямолинейно. Значит, заметим вот какую конструкцию. Что такое у нас будет перенос этого терма? Значит, представим себе вот такое вот множество st. Это ступень наша от st не штрихованная. st от x и так далее. И представим себе ступень st от x штрихованной и так далее. Значит, вот наш кси. Здесь он находится. Значит, что такое кси? Кси это набор элементов этого множества, такой, что r выполняется. Значит, а что такое будет кси со штрихом? Каждый элементик из этого множества, он взаимооднозначно связан с элементиком отсюда. Соответственно, в кси со штрихом попадут те элементы, чьи прообразы попадают в кси. Вот. То есть, вот у нас ограниченное выделение. И мы можем записать, что f st принадлежит st x1 такой, что r от x1 t. Так, фигурная квадратная скобочка. Это у нас множество t принадлежит f st от x1. Сейчас я напишу, потом разберу. Значит, r от x1 xn и здесь у нас f st в минус первой степени от t. Скобка закрывается. Значит, что у меня здесь справа записано? Значит, если мы хотим перенести из не штрихованного мира в штрихованный мир, значит, нам надо применить, либо заменить здесь переменные, значит, x it и применить вот это вот распространение каноническое. Но, как мы знаем из предыдущей теоремы, с трудом доказанной, это есть не что иное, как вот это вот. То есть, мы получаем здесь действительно элементы этой ступени. А здесь мы говорим, в силу свойств r, значит, мы можем бежать, значит, по... Здесь штрихованные или не штрихованные переменные, это не так уж важно, потому что r не зависит. Мы можем все штрихованные поставить, а можем не штрихованные, просто в силу свойств r. А вот вместо t мы подбираем такие r, чей прообраз вот отсюда, вот сюда, здесь будет попадать. Ну и в результате... В результате, так как бы так стереть, чтобы получилось... Вот это превращается у нас в... Вы там в тетради вниз, наверное, поставите знак равенства. Значит, это у нас превращается в st x1 со штрихами, xn со штрихами. А вот это у нас превращается в силу определения, значит, r. Это у нас в r от x1 со штрихом xn со штрихом, f st, f st минус первой степени, от t. Что есть не что иное, как r от x1 со штрихом xn со штрихом и t. Просто t. Вот, собственно говоря, какой фокус нам дает возможность доказать условие теоремы... Ну, вернее, утверждение теоремы, что ограниченное выделение, применяя обобщенно-бъективно-переносимое соотношение, нам дает объективно-переносимый терм. Но, имея вот эти объективно-переносимые термы, мы можем получать дальше и очень большой класс объективно-переносимых соотношений. Значит, еще одна теорема. Их будет еще три, но две гораздо более простыми. И это очень простая. То есть, самые сложные мы уже точно доказали. Значит, пусть r удовлетворяет условию предыдущей теоремы. Условию обобщенной объективной переносимости. Обобщенной объективной переносимости. Тогда, в соотношении существует t, t принадлежит st, пишу многоточие, и r. Есть объективно-переносимое соотношение. Соотношение для любого t, t принадлежит st и так далее. Следовательно, r – это объективно-переносимое соотношение. Значит, что это здесь написано? Почему здесь существует, а здесь конъюнкция, а здесь до любого, а здесь импликация? А это есть не что иное, как наши ограниченные квантеры. Это то же самое можем написать, t принадлежит st, такой что r. Или до любого t, принадлежащего st, такой что r. Заметьте это. Никогда не путайте. Если вы еще до сих пор когда-то путали, вот этот тут момент, когда написана вот такая вот формула, это то же самое, как если бы мы написали такую формулу. Существует t, t принадлежит st и r. Когда написана вот такая формула, это значит, для любого t, t принадлежит st, следовательно, r. То есть здесь существует t из st, хотя бы один такой, что r, то есть одновременно удовлетворяется, t принадлежит st и r. А здесь для любого t из st, то есть t, если попадает в st, то тогда r. Если t не попадает в st, то нас не интересует. Может быть r, может быть не r, и поэтому здесь импликация. Я еще раз проедусь тут вам по мозгам этим катком, чтобы вы это запомнили. И благодаря такому определению у нас работают законы Деморгана, потому что мы можем сказать, что не существует t, принадлежащий st, r. Это то же самое, что для любого t, для любого t, простите, принадлежащему st, не r. И это можно доказать. Вот это вот соотношение, или не для любого t, принадлежащему st, r, тогда и только тогда, когда существует t, принадлежащий st, не r. Вот эта вот штука, она выполняется только благодаря тому, вот эти законы Деморгана, я сейчас не буду их доказывать, но они работают только благодаря тому, что здесь конъюнкция, а здесь импликация. Поэтому запомните себе раз и навсегда, запомните законы Деморгана, запомните, что это все не случайно, а как бы фундаментально, и просто больше никогда не путайтесь. И всегда знайте, когда пишут ограниченные квантеры, что имеют в виду вот здесь конъюнкцию, а здесь импликацию. И ничто иное, никаких двух конъюнкций, никакую конъюнкцию-дизюнкцию, вот этой вот неграмотной путаницы, чтобы у нас не было в нашем коллективе больше никогда. Но вернемся к утверждению теоремы, про то, что это объективно переносимые соотношения. Что это за соотношение? Это соотношение, которое утверждает, что терм t, принадлежащий st, такой, что r, что этот терм не равен пустому множеству. Это a. А утверждение b утверждает, что этот самый терм, он равен st от чего-то. То есть, если здесь написать a, а здесь написать b, то мы можем сказать, что a эквивалентно вот этому, a, а b эквивалентно вот этому, что терм t принадлежит st от чего-то такой, что r, равняется всей ступени. Видите? А это у нас и есть объективно переносимые соотношения. Потому что объективно переносимый терм, имеющий типизацию булиан от чего угодно, это у нас объективно переносимый терм, имеющий некую типизацию, значит, мы сюда подпихиваем для него подходящую типизацию и говорим, а, ну равно, не равно. Можно сказать, что это равно, а здесь снаружи не, да? Значит, используя шаг за шагом уже доказанные теоремы, мы видим, что это действительно объективно переносимое соотношение. Здесь у нас объективно переносимый терм. Именно для этого мы так долго, нудно доказывали, что Декартово произведение объективно переносимое, булиан объективно переносимое. Затем, чтобы сейчас уже воспользовавшись этим результатом, сказать, объективно переносимый терм, имеющий типизацию какую, спрашиваю вас, какую типизацию имеет этот объективно переносимый терм? Ну, Б от СТ, а это у нас тоже Б от СТ, да? Только это в силу одной теоремы, а это в силу другой теоремы. Но они имеют одинаковую типизацию. Смотрите, здесь знак равенства. И помните теорему, которую мы в самом начале доказывали? Получается, что это объективно переносимое соотношение. Вот так, зацепляясь одно за другое, мы получаем уже достаточно легко под горку, как я и обещал, начинаем доказывать уже какие-то такие нетривиальные совершенно результаты. Ну и последние два на сегодня фундаментальные условия. Они немножечко занудные, но они нужны для полноты картины, потому что без них набор условий объективной переносимости, он действительно будет не полон. Условие первое. Пусть КСИ объективно переносимый терм. КСИ принадлежит булиану S от КСИ от чего-то, то есть КСИ имеет характер множества, и при этом мы можем доказать, что в нашей системе мощность КСИ равняется единице. То есть КСИ одноэлементное множество. Он типизирован как под множество чего-то, но мы его так построили, ну такое логическое условие сделать, что из этого логического условия следует, что он состоит всего из одного элемента. Тогда сумма КСИ равная вот этому самому элементу. Помните, в прошлом семестре я вам говорил, сумма синглитона КСИ равняется КСИ. Помните вот это вот? Значит, вот эта самая сумма КСИ есть объективно переносимый терм. С типизацией, ну естественно, просто S КСИ, вот чего-то там, набулян ниже. Смотрите, какое условие-то суровое. Одноэлементное множество. Тогда вот эта вот сумма будет являться объективно переносимым термом. Мы потом к сумме вернемся. На следующем занятии мы вернемся к сумме, но сейчас это вот такой вот частный случай, частное условие. Ну, поехали. Сумма КСИ от Х1 штрих Д штрих равняется У, такое, что существует Т. Т принадлежит ФСКСИ от КСИ, и У принадлежит Т. Равняется У, существует Т, существует В, В принадлежит КСИ, и Т равняется ФСКСИ от В, заменили квадратный на круглые скобочки, и У принадлежит Т. Равняется, равняется. В принадлежит КСИ, это есть В равняется сумме КСИ. В силу условия на КСИ. И поэтому множество У таких, что существует Т, Т равняется ФСКСИ, я тут неаккуратно пишу, ФСКСИ, значит, от суммы КСИ, И У равняется Т, и избавляемся от переменной Т, равняется У таких, что У принадлежит ФСКСИ от суммы КСИ, это мы от переменной Т избавились, но это есть не что иное, как просто ФСКСИ от суммы КСИ, уже по определению суммого множества. Вот такое еще нетривиальное условие, которое нам потребуется в дальнейшем. То есть, если объективно переносимый терм имеет характер множества, и точно знаем, что он состоит всего из одного элемента, то тогда мы можем этот элемент взять, и он тоже окажется объективно переносимым термом. И напоследок, последнее, последнее утверждение, значит, пусть КСИ принадлежит С1 от чего-то на С2 от чего-то, это директивно переносимый терм, то есть мы рассмотрели, мы теперь требуем от КСИ, чтобы она имела характер пары, то есть являлась элементом Декартового произведения, то есть КСИ было парой чего-то. Тогда проекция первая малая от КСИ, объективно переносимый терм, с типом С1, а проекция вторая малая от КСИ, объективно переносимый терм, с типом С2. Ну, в общем, это уже достаточно очевидно, потому что если у нас КСИ равняется просто паре УВ, то тогда первая проекция, допустим, КСИ от ХД со штрихом равняется первой проекции. Значит, здесь у нас будет пара ФС1 от УФС2 от В равняется ФС1 от У, это у нас будет ФС1 от проекции 1 от КСИ. Что и требовалось доказать, аналогичным образом мы доказываем, аналогичным образом мы доказываем ситуацию, когда нам нужна вторая малая проекция. Фу, теперь время под солба смахнуть. Значит, такая достаточно трудный момент, когда надо было выдать, вывалить на вас вот эти вот все, казалось бы, разрозненные, из потолка взятые многочисленные примеры условий объективной переносимости. Но я вам обещаю, что уже на следующем занятии мы наведем в этом во всем порядок. То есть сейчас вам кажется, ну это в жизни не запомните, вообще непонятно, как с этим быть, какая-то куча теорий. Но в действительности эта куча теорий, она подчиняется каким-то таким очень простым принципам, которые мы с вами увидим. Ну, есть пример, не знаю, как правило дорожного движения, когда там учится в автошколе, кажется, что это какой-то набор каких-то разрозненных, очень сложно укладывающихся в голове, и садишься за руль, едешь, и вдруг понимаешь, что это не разрозненный набор, они все подчиняются одному принципу. И вот эти вот все правила, они тоже подчиняются одному принципу, который мы причешем, уложим в голове, и вы не поверите, но опираясь именно на вот эти теоремы, вы научитесь очень быстро различать объективно переносимые термосоотношения от объективно непереносимых, с легкостью записывать объективно переносимые термосоотношения, а в этом-то, собственно, и заключаться будет задача создания родов структур, родоструктурных моделей, потому что родоструктурные модели это есть не что иное, как объективно переносимые термосоотношения, записанные на бумаге. Вот, спасибо. На этом сегодня все. Продолжение следует...